Всех приветствую! Был сегодня на одном водоемчике, не очень далеко от дома. С задачей поискать место для будущей ловли фидером. Сейчас я без лошади, без денег и некоторые нюансы это, грубо говоря, накладывал. Сейчас ситуация такая, что карп с собой бездумно не возьмешь, а за три года ловли на платформе я уже привык, собственно говоря, к определенному комфорту на рыбалке. И, ну, тащить весь карп, и окажется, что глубина там метра или еще какая-нибудь дрянь, интереса не было. И вот взял у жены проездной и решил поехать, повторюсь, на один водоем. Сегодня у нас 16 апреля 2018 года, то есть накладывал опечаток еще что. Во-первых, лед только сошел, ну, где-то даже вот на том водоеме, куда я поехал, еще не до конца, но уже сходил. Вода холодная, у рыбы в башке нерест, и вот вторая причина, это, собственно говоря, нерестный запрет. То есть вроде как в московском регионе разрешили в нерест ловить одним удилищем донным с одним крючком на дно лицо, но вне мест нереста. А, собственно говоря, эти места нереста, они практически повсеместны. Встречаться с рыбнадзором желания никакого нет, хоть я и видел это один раз за все время его в глаза, но, например, на реке Учи, где я был в прошлом году, там периодически, собственно говоря, тот самый рыбнадзор и приезжает. И хрен бы с ним штраф, поди, сменяй его, получи, но по закону могут конфисковать, собственно говоря, и с Настей, а вот с Настей как раз мне жалко. Итак, из чего исходил я изначально? Есть минуты в десяти ходьба дома карасевый пруд, но, во-первых, там с фидером или с пикером какого-то смысла я абсолютно не вижу ловить. Перепадов никаких глубин нет, и ловить карася, рыбу-то и так мутную на всю голову, а еще и на фидер или на пикер, это удовольствие на любителя. Ну, есть планы там побывать с маховой удочкой, что ближе к теме на том водоеме. Нет у меня сейчас возможности тащить с собой кучу наживок и подбирать, что этому гаду в данный момент, собственно говоря, нужно. То есть водоем нужен был, собственно говоря, проточный, с другой стороны, чтобы под мои снасти подходил, то есть отсутствие сильной течки, каких-то дистанций, 40 плюс. Посему выбор пал на один заливчик рядом с Ленинградским шоссе, недалеко, ну, практически в том месте, где канал имени Москвы выходит из Химкис-Водохранилища. Почему там? Потому что, ну, понимаю, что течение там не может быть в заливе, уже хорошо, сам по себе заливчик не широкий, то есть можно при желании найти место, где пригнездится и достать до глубины, если такова есть. Какие-то большие глубины не нужны, потому что, ну, и зимой-то в этом году как-то на ямах рыбы не было, а сейчас по весне как раз искать рыбу, собственно говоря, на ямах смысла и нет. Ну что, пробил маршрут с одной пересадкой, где-то показал Яндекс.Навигатор по центру пути, то есть, в общем-то, недалеко, и какое-то необходимое оборудование для комфортной рыбалки взять, собственно говоря, можно. Ну вот, взял я удилище Волжанка-Мастер, взял свою катушку с ПРО, взял пяток кормушек, маркерный груз не нашел, поэтому поехал, собственно говоря, с кормушками. В принципе, при пересадке идти метров 200, от остановки до водоема где-то столько же, то есть, в этом отношении все хорошо. Пришел на берег, посмотрел, берег чистый, то есть, парковая зона убирается. Ну, понятное дело, что летом, особенно выходной день, там, после обеда делать нечего, был рядом там пляж, купальчики с детьми, то есть, там от шума с ума сойдешь. А сейчас, собственно говоря, весна, особенно если приехать утром, там, практически дома никого не будет, в этом отношении все хорошо. Можно подойти к берегу, усесться, даже при желании на каком-нибудь там пеньке или табуреточке, но, повторюсь, это не мой стиль, поэтому поеду, собственно говоря, со стульчиком. Естественно, педан убрать не буду, я нечего. Приехал, с чего начал, взял кормушку 60 грамм, забросил где-то, ну, на 40 плюс дистанцию, то есть, максимально дальнюю комфортную с таким удилищем. Ну, у меня 3.8 длина, а не родная вершинка, ну, где-то 3.5, 3.6, ну, в общем, повторюсь, особо не напрягаясь, кинул на 40 с копейками. Протащил, дабы сэкономить время. Раньше я делал это, пробивая сразу на счет, ну, сейчас решил заодно сразу рельеф пробить, посмотреть бровки, зацепы и прочее. Протащил, дабы сэкономить время. Протащил, дабы сэкономить время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, собственно говоря, это действие показало? Дно чистое, никаких засад нет Дно однородное Видно, как у берега там какой-то там песок с чем-то там перемешанный Так и везде Ни ракушки, ничего нет Ну какие-то камешки там отдельные в одном месте попадаются Далее, после этого Нашел довольно ярко выраженную бровку Но бровка не злая Да, первым делом, конечно, глубина Глубина, ну, кормушка 60 грамм Падает на быстрый счет 23 примерно То есть, ну, я думаю, метра 2,5-3 там есть То есть, с одной стороны не яма, с другой стороны не мель То есть, то, что, собственно говоря, по весне там, я думаю, что и нужно Потом вот нашел вот эту вот бровку Начинается она где-то метров с 15 от берега То есть, это дистанция пикерная То есть, опять же, с собой тащить своим ходом на три палки Желания никакого нет Тем паче в своем тубусе сделан из сантехнической трубы Которой весит довольно много Потом решил пробить на счет Каких-то перепадов особых нет Но уже, грубо говоря, когда поеду рыбу ловить Кормушечек будет полегче Там можно будет при желании Пробить уже, грубо говоря, более пристально То есть, повторюсь, либо пикер Либо посмотрю Может быть, пикулу возьму Опять же, с неродной вершинкой В длине 3,3 Там посмотрим Ну, вот, мастер с собой тащить Смысла никакого нет Ну, вот, в общем-то Ну, не считая времени на дорогу Минут буквально там 10-15 Ушло на то, чтобы Посмотреть, что на удоеме После съемок прогулялся чуть правее Покидал Все, собственно говоря, то же самое Так что, думаю, что рыбалки там быть Понятное дело, что никто гарантии не дает, что рыба там будет Ну, собственно говоря, попытка не пытка Посмотрим Следов рыболов я там не увидел И, в общем-то, слава богу Нет ни пакетов от прикормки, ничего Попробую Посмотрим, что получится То есть, что-нибудь с архибюджетной прикормкой И что-нибудь с наживкой я придумаю А все остальное, слава богу Что касаемо необходимого для ловли фидером Собственно говоря, у меня есть Ну, вот, рассказал на примере данных условий В каких условиях оказался я Какие условия преподносит погода и прочее И, как, собственно говоря Исходя из всего этого, я выбирал место Потом остался немножко еще Покидал маятниковым забросом Потом так называемым в английском стиле Ничего сложного нет Но, честно говоря, как-то мне этот В английском не понравился И какого-то смысла я в нем не вижу Ну, а там, собственно говоря, посмотрим Ну, вот, как-то так Надеюсь, что кому-то было интересно У меня на сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok